Мы уже с вами живем два года в новой реальности и по-прежнему душа просит Kia Rio, Hyundai Solaris, наши любимые дешевые седаны И кажется, а вдруг возобновят производство Volkswagen Polo Ну что-то же может произойти, ничего не произойдет Давайте привыкать к новой реальности И сегодня я вам представляю действительно офигенный заменитель И Kia Rio, и Solaris, и Volkswagen Polo Встречайте, Geely M. Grand Почему это заменитель и почему это серьезнейший конкурент Вести Я вам расскажу чуть позже и, конечно же, о цене Ну а пока ставьте лайки, подписывайтесь С вами я, Татьяна Елисеева, большой специалист в бюджетных автомобилях Мои постоянные зрители уже видели обзор этого автомобиля, который мы делали в Беларуси, в красивых условиях Но это серия, которая сделана и русифицирована И здесь огромные отличия, прям принципиальные Конечно, я сейчас о них расскажу А поскольку это такая новинка-новинка и горячая история Посмотрите, в каких условиях ее приходится снимать Если честно, дубняк страшнючий Пальцы уже ничего не чувствуют, валит снег Мы только что выехали с мойки, а машина уже вся в снегу Но не волнуйтесь, специально для вас мы повторим красивые кадры из Беларуси Чтобы вы оценили ее снаружи Не очень просто сравнивать этот автомобиль, например, со Шкодой Рапид, на котором я езжу Но когда я смотрю на свою Шкоду, я понимаю Ну там точно экономили вообще на каждой мелочи А здесь люди подходят и спрашивают, что это за автомобиль Естественно, я им рассказываю и цену говорю Но цену я вам скажу чуть-чуть попозже Позвольте мне поддержать интригу Мне же хочется, чтобы вы посмотрели меня подольше А не только шорсы, которые длятся по 30 секунд Причем эти самые шорсы сделаны из наших видео Вот их почему-то смотрят, а длинные видео чуть меньше Поэтому ждите, обязательно сейчас расскажу про цену Но самое главное, что цена конкурентоспособная с Вестой Так вот, посмотрите на этот удивительный дизайн Если убрать вот этот шильдик, то это же прям богатый, современный, крутой автомобиль Или вы не согласны? Жду вас в комментариях Те марки автомобилей, которые раньше присутствовали на нашем рынке, приучили нас, что все очень строго Вот Б-класс, вот С-класс, вот Д-класс, да, у каждого есть своя цена А теперь у нас что? У нас есть Б-класс по цене, вроде бы, да, как и Веста стоит Но при этом по форм-фактору у нас Тойота Камри, ну, скажем так, двух поколений назад Я знаю, кто будет точно покупать этот автомобиль Ну, во-первых, есть много людей, которые принципиально не приемлят кроссоверы Напишите, вам что, кроссовер или седан больше заходит? Ну, а во-вторых, конечно же, таксисты Ну, и тем, и другим, конечно же, важны такие вещи, как, например, багажник Поэтому делаем все конкретно Нужен багажник, сейчас покажем багажник Немножко сложноватенько найти здесь маленькую кнопочку, где-то не очень находящуюся по центру Но, тем не менее, есть другой вариант, открывайте ее, конечно, с ключа Видите? Вот она, такая легенькая выштамповочка Ну, к этому можно привыкнуть Ну, а самое главное, багажник Багажник огромный, и я его буду мерить в щетках Сколько в литрах, я вам покажу здесь отдельно на плашечке Так вот, щетка, ну, больше половины моего роста А у меня ноги 165 Так вот, эту щетку я могу расположить вдоль Нет, это называется поперек Нормально, да, я заговорилась? Ну, холодно, извините А могу вот так А что из них вдоль, что поперек? Ой, запуталась, но неважно В общем, не в этом дело Багажник, как вы видите, огромный Что у нас снизу? Ой, как же у меня пальцы замерзают Все для вас, ребята, все для вас А снизу у нас с вами докаточка И большое количество места Сюда, конечно, просится органайзер Когда спрашивают, зачем органайзер Органайзер для того, чтобы у вас еще больше стало места Сразу появляются специальные ниши, куда можно расположить То, что вам не нужно в первую очередь Ну, как видите, багажник большой Пошли дальше С удовольствием добралась до заднего сидения И не только потому, что здесь тепло Давайте посмотрим, сколько здесь места Переднее сидение отрегулировано для водителя Ростом в 180 сантиметров Как видите, второе сидение мы сделали на уровне первого И я могу сидеть сбоком Могу сидеть вдоль Из удобств у нас есть, кроме кармашков USB-разъем Ну и самое главное, два воздуховода Потому что вы часто спрашиваете Вот, семье-то сзади будет тепло? Будет Воздуховоды есть еще и под сидением Места для ног, как вы видите Под сидением тоже достаточно Да и вообще я могу двигаться на заднем сидении как угодно Вдоль, поперек Покрутиться Места над головой даже с шапкой хватает Пожалуй, не хватает подлокотничка Ну, может быть, я придираюсь А может быть и нет Ну и пока я окончательно не замерзла Сделаем специальный тест на пригодность такси Что для этого нужно сделать? Да ничего особенно Подойти, открыть дверь И с умным видом подумать А удобно ли мне сюда будет садиться? Да, дверь открывается широко Мне все время таксисты говорят Не оббивайте ноги о пороге Садиться удобно, шапкой не задевая Места хватает В общем, таксопригодный автомобиль Я придумала правильное слово для этого автомобиля Добротное Добротное И все добротное Почему? Да потому что Если вспомнить главный принцип немецкого автомобиля Строения То все, чего ты касаешься Должно быть тебе приятным Но китайцы просто перещеголяли своих немецких учителей Оно не просто приятное на ощупь Ну, слушать, правда Действительно его приятно держать Приятно рукой проводить Но оно еще и радует глаз Посмотрите на эти выштамповки И как бы это сказать Фактуры Да Да Это, конечно же, пластик Но он сделан под кожу Прострочечка Выштамповка Рисунки Фактура И здесь она смотрится очень гармонично При том, что вроде бы их достаточно много Смотрите Это Пластик Похожа я на ту Демушку Такую Пентли Да? Но это, сука, пластик И этот пластик Посмотрите Интегрирован В один какой-то Единый элемент Он красивый Какой-то сделан стрелочкой Клево? Клево И так сделано С каждой мелочью И это те мелочи Которые нас радуют Ведь Привыкнуть можно ко всему чему угодно Когда там что-то кардинально В машине не так Или сделано по-другому А вот мелочи всегда бесят И вот здесь Бесячих мелочей Очень мало И нам с вами просто фантастически повезло Потому что у всех на обзоре будут топовые комплектации А у нас с вами Просто классическая Самая базовая простая комплектация На тряпочке Это база И посмотрите на мою приборку Потому что в топовой комплектации цифровая приборка А у нас с вами классические стрелочки Я специально сейчас выключу автомобиль И включу Никаких тебе Амбиентных подсветок Светок красно-желто-рыжий Песочного цвета Все Просто классически И при этом видно и читается Все различимо Стрелочки И я по-моему зациклена на этой тряпочке Но знаете почему? Точнее это даже вопрос Заметили, что у всех китайцев Стоит какой-то кожзам Дермантин А, извините, правильно называть это Эко-кожик С почтением и уважением Но если честно Моя жопка это все не любит Потому что мне холодно с утра И я люблю обычную тряпочку Я сажусь и мне не холодно И очень хорошо сделаны сидения Хорошие боковые Удобные Добротные сидения Я вас достала этим словом Но Добротный бюджетный автомобиль Это правильное к нему название Обогрев руля Мои лапки просто радуются этому Подогрев сидений Хотела сказать, что Двухзонный климат-контроль Потому что две шкалы Но Петь лишнего не буду Нет Однозонный Но Знаете Есть к чему доколебаться Ну Здесь нету нормальной интеграции С телефоном Ни Apple CarPlay Ни Android Auto Здесь есть этот дурацкий Easy Connection Который просто зеркалит телефон Повернул Наклонилась Перестроился Позвонил Сбилась В общем подбешивает Но Не пугайтесь Ну что точно знаю Что и в Туделе И в Манжаро Уже сделана нормальная интеграция Поэтому Это просто лишь Вопрос времени Через пару Что там Недель, месяцев Будет и здесь Ну что Спрашивали Где он Жиртрест Комбинат Пром Сосиска Лимонад А вот он я Специальный Тарировочный Мальчик Который Сейчас Своей шириной И высотой И 120 килограмм Веса Будет проверять Геометрию Этого автомобиля А с геометрией Надо сказать Все хорошо Я очень люблю Высокую посадку Я всегда сиденье Задираю наверх И вот смотрите Я в такой смешной Почти дед морозовской шапке В максимальной точке подъема кресла И все нормально У меня голова не упирается И помпончик даже не упирается Едем Это мое сиденье было Задираю наверх Все Все Неважно Я тоже люблю Как и ты Ездить с высоко задранным креслом Садимся назад То есть видели Что сидели мы правильно Нормально Сиденье было отрегулировано Так как нужно ему отрегулироваться И вот дальше мы представляем Что мы пассажиры такси Садимся А места-то до хрена Вот реально Места очень много Ноги В лаптях 45 размера Уходят совершенно спокойно Под сиденье Перед коленками Есть куча места И причем еще здесь Такая выемочка есть Над головой Место есть По ширине место есть Поэтому С точки зрения Таксомоторных перевозок Ну или если вы просто Фанат седанов Который мечтал Когда-то о 24-й Волге Но 24-ю Волгу Сейчас не выпускают Вот вам пожалуйста Идеальный семейный автомобиль Просто практически Тойота Камри Нашего времени Надо брать Ну что Поглядим Что у нас под капотом Эх Ох Какой же ты тяжелый Вы знаете Я вообще-то могу Отжаться 50 раз И то Как по мне Так капот тяжелый Ну наверное Шумоизоляция Зато в салоне тихо Итак Никакой плиты Которая закрывает Подкапотное пространство У нас нету Все на виду И все что мы с вами видим Ну достаточно базово И просто Большой пачок умывайки Здесь у нас значок Шелла То бишь Хорошее масло Наливает С завода Аккумулятор на 60 ампер Производство Джили Ну так в общем-то И все Ручки погрею пока Многие конечно Палочки не любят Ну не любите Палочки Закажите на Алиэкспрессе В Китае Газовые упоры Уж с этим Тоже проблем Ни у кого не должно быть Все элементарно Просто А главное Добротно Ну во всяком случае Смотришь на соединение Все изолировано Погнали Прежде чем мы поедем Давайте все-таки Вернемся к важному О ценах Цены на конец 2023 года Такие Если со всеми Скидками и выгодами То цена 1,8 миллиона рублей А без всех Скидок и выгод Ну то есть Ее максимальная цена Самой простой Комплектации Это почти 2 миллиона рубля При этом Давайте подумаем 1,8 Это цена Топовой версии Весты Ну как топовой Да у тебя будет Головное устройство По-моему Чуть поменьше И зато Не будет никаких Ассистентов В том смысле Что нету Ни ESP То есть стабилизации Ни антипробуксовочной Системы А вы видели Что творится на дороге А пробовали без этого Ездить По двору-то тяжело Проехать А по шоссе-то Машину мотыляет Очень сильно И знаете Почему я обращаю На это ваше внимание Да потому что Даже я Когда еду На Весте А я взяла Специально И сделаю для вас Обзор Веста Кросс СВ Без ассистентов Тяжело ехать Ты находишься Время В постоянной концентрации Ты не можешь Расслабиться Ты ловишь Все время машину От этого А Страдает скорость Да и просто Устаешь Это очень Очень непривычно Ну а возвращаясь Комгранду Хочу отметить следующее Мы его взяли Не просто На какой-то Быстренький тест Нет Мы на нем Уже давно Катаем Проехали 2000 километров Поверьте За 2000 километров Понять автомобиль Можно достаточно хорошо Так вот Как раз на шоссе Этот автомобиль Ведет себя шикарно Я думаю Что в первую очередь Это из-за геометрии Потому что он Длиннобазный Но я подумала Что это неправильно Поэтому плашечку Какой у него клиренс Я вам сейчас дам внизу Пока еду По очередному Ковнецу Расскажу вам про мотор Да Мотор обычный Полуторалитровый Никаких турбин У него нету Да Помните Турбин нету Распределенный впрыск А что это значит Что можно в него лить 92 бензин И раз нет турбин То даже я не буду заикаться О том что Пожалейте машину Лейте 95 Ничего ему не будет Лейте 92 смело Вообще Китайцы просто молодцы Они конечно для России Прямо растарались Вместо вариатора Поставили автомат Но похоже Сделали они это Ну скажем так Немножко в торопях То есть Ну как вам сказать Такое ощущение Что не совсем Отлажена логика Переключения Потому что обычно Любой автомат Пытается подоткнуть Как можно более Высокую передачу Сделано это для экономии А здесь Едешь вроде бы О Это лежачий полицейский Про который мы поговорим Потом А здесь вроде бы Едешь Ну не быстро А все время У тебя обороты Где-то в районе Двух-трех тысяч К чему это ведет Ну скажем так Наверное Можно было бы Его сделать Более экономно Потому что При езде по городу Расход порядка Десяти литров А если ехать В режиме Ну скажем так Уставшего водителя Уставшего таксиста Который такой Еле ползет То расход Уже становится Более приемлемым В районе Семи-восьми литров В смешанном режиме Тоже где-то В районе Восьми литров Это Ну там При езде За городом Часто Ну Сами понимаете В таких условиях Я не могу проверить разгон Но нам заявляют Что разгон Порядка 13 секунд Как понимаете Это прям не шедевр Конечно И тем более Когда мы на липучке То даже пытаться Не стоит Мерить разгон Но тем не менее Чего вы ждете От обычного Бюджетного Простого автомобиля Те же самые 13 секунд Это добротный разгон Понятно Что позволит вам Хорошо И комфортно Кого-то Обогнать на шоссе Мы едем сейчас По лежачим полицейским Что сказать Про подвеску Ну все-таки Я поездила Знаете Подвеска Она больше похожа На такой Скандинавский Тип автомобиля Ну Если сложно Понять Если вы ездили На Вольво Икси 40 60 То поймете Что машина Не валкая Достаточно Сбитая Ну скажем так Больше Похожа По управлению На Наверное На Шкоду На Вольсваген При этом При этом Ее Не раскачивает Как любую Китайскую Подвеску Но С другой Стороны Она точно Лучше Чем Рио Или же Солярис Потому что Там Они Ее Сделали Совсем Жесткой И Помните Как легко И быстро Разбивают Стабилизаторы На Что еще Рассказать Например Про Управляемость Ну С точки Зрения Управляемости Давайте Честно Скажем Это Абсолютно Скучный Автомобиль Который При Любой Провокации Там Вывернул Руль Газанул Морда Всегда Уплывает Наружу Ну А чего Вы ждали Достаточно Длиннобазный Автомобиль Без Шедевров Как и должно Быть С точки Зрения Бюджета В котором Выступает Этот Автомобиль В топовой Комплектации Автомобиль Стоит 2,5 Миллиона Рублей Ну Слушайте А точно В этом Ценовом Диапазоне Нужен Люк Амбиентная Подсветка Ну Не знаю Напишите Мне Мне кажется Я бы не стала Брать Лучше Б сэкономила Я знаю Куда деть Полмиллиона Рублей А хотя Нет Знаю Почему Будут брать Я обзвонила Пару салонов И мне говорят А нету Базовой Комплектации Таксопарки Просто все Вымели Вычистили Под ноль И даже Будущие Поставки Поэтому Возможно Будет спрос И на топовые Версии Вот еду По городу И думаю Что-то у меня Какой-то получается Короткий обзор Все же любят Хронометраж А вроде бы Я вам все И рассказала Если я что-то Упустила Напишите мне В комментариях Но подумайте Я кстати Не получаю Денег никаких Отжили Это раз Во-вторых Я ненавижу Седаны Ну как ненавижу Я просто Не люблю Седаны Я не умею Их готовить И при этом Хороший Добротный Бюджетный Автомобиль В диапазоне До 2 Миллионов Рублей Двух Но может Вы еще Не расслышали Двух Всего 2 Миллиона Рублей А к этому Автомобилю Не к чему Прикопаться Ну Нет Я придумала К чему Прикопаться Для того Чтобы Звук Вентилятора Отопления Мне не мешал Мне пришлось Его убрать И у меня Начали запотевать Стекла Хотя С другой стороны У меня Так долго Были открыты Стекла И нападало И нападало Много снега Может Это Быть Недостатком Сойдет Вам Такой Недостаток Тойота 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 Камбри С Вами Я Татьяна Елисеева Не забывайте Подписываться Ставить лайки Колокольчики Писать комментарии Ну И конечно же Включайте Нас Каждую Пятницу В 7 часов Вечера Можете Себе Поставить Напоминание Или Репостнуть Ведь алгоритмы Ютюба Так любят Когда Вы Делитесь Моими Видео Или же Что-нибудь Комментируете До встречи Продолжение следует